здравствуйте дорогие друзья и так очень много материалов мы не успеваем давайте коротко три коротеньких урока поэтому и так man man вообще man необходимо страствующего по пустыне народу такая пища кроме того всегда нам рассказывали что это было вообще необычная пища пища с неба man обладал духовной природой он полностью усваивался он не давал никаких отходов он принимал вкус любого блюда и падала в зависимости от расстояния праведности человека в зависимости от этого от его дома и так далее много сказано о мане но всевышний говорит совсем другое он говорит пошли вам хлеб с неба чтобы испытать вас а в чем же испытание каждый день просыпаешься у тебя еда написано что есть великий урок все что мы получаем с неба все что мы получаем любой заработок любой доход улучшение нашего материального уровня это все испытание такое же как и остальные бог смотрит как мы сделаем как мы поступим смотрите большинство из нас вообще ждут как бы сказать от жизни обычного ровного течения а если неожиданно возникают трудности не дай бог проблемы или беды то это как катастрофа воспринимается на самом деле ну в общем мы считаем короче благополучное движение и препятствия ненормальными просто ровно все это норма надежность стабильность уверенность бог говорит ничего подобного она показывает нам положение в которой всевышний хотел поставить людей в пустыне это носило противоположный характер полная зависимость от мана невозможно сделать запасы ежедневное ожидание пищи невозможность добить ее самостоятельно другими словами неизвестность никакой уверенности в завтрашнем дне это была колоссальная школа которая закладывала на генетическом уровне человека заставляла его жить и получать удовольствие от сегодняшнего дня ты не знаешь что будет завтра кто может сказать что будет завтра никто душа которая пребывает в каждом из нас она в свое время находилась в духовном мире туда же вернется там в духовном мире у души не было никаких проблем ни опасности не испытания зачем она приперлась в этот мир тогда спросите именно для того чтобы выполняя заповеди да одно за одной да преодолевая трудности получить более высокий уровень да все какая работа вот именно в этом мудрецы говорят что выполняя одну заповедь трудных обстоятельств человек вырастает и духовные все и испытания трудностей встречающихся в жизни это не отклонение от нормы написано это не побочное явление основное содержание жизни а редкие дни когда выпадает спокойствие и удача надо воспринимать как подарок пришли сыны израиля в мару написано не могли пить воду ибо была горькая она вы говорите слово вода да в множественном числе поэтому правильно было перевести так пришли мару не могли пить воды ибо они горькие на базовом уровне понимание горькое относится к воде но мудрецы пишут раби скотска писал что на самом деле речь идет о народе эти люди были горькие а поскольку сами люди когда у тебя нет настроения когда у тебя внутри все там измучено и то ты сразу находишь во всем недостаток они нашли недостаток воде и пишут что здесь огромный урок вместо того чтобы заполнять свою жизнь осуждения жалобами и вечно находя недостатки какие-то в окружающем мире гораздо продуктивнее ну и как бы полезнее находить жизни только хорошие стороны и тогда вокруг и вода будет не горько три дня не шли по пусть они не находили воды еще о воде первое путешествие вышедших из египта после рассечения моря обернулась разочарованием три дня без воды и вот тут они видят озеро подбежали попробовали горечь горько почему всевышний так поступил почему не приготовил чистую там хрустальную воду воскураженный народ побежал к маше говорит претензии что делать там сказал маше что возьмите бог ему указал дерево брось воду и она станет сладкой о чем тут разговор вообще кто-нибудь задумался там написано дал ему закон и правосудие испытывал его всевышний сообщил нам важнейшую вещь на все поколения непреложный закон знаете что когда вы натыкаетесь на горькую воду как бы на какие-то несчастья неприятности не дай бог всегда помните что рядом обязательно растет какое-то дерево которое делает его сладким всегда рядом с бедой есть выход из беды всегда есть способ выбраться из неприятности а вот как найти это дерево которое много растет написано нужна молитва на молитва к богу вопль к небесам чтобы вот открыл нам глаза и мы увидели какое дерево правильно вот три коротких уроков брахавы от слаха